Один из моих таких любимых книг, просто я её первую прочитала, одну единственную, бабушка давала нам листочки с мамой, это была «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». И буквально в первой главе там пишет он, «Хочешь служить Богу? Приготовь душу свою к искушению». Это действительно так. Скажите, кто из святых под видиком прожил красиво? Прожил в достатке, в сытости. Обратите внимание, они были вообще... Это та же Ксения вот наша вот, которая дышала с нами одним воздухом, по нашей земле ходила, по моему поливали. Ну разве человек может это совершать? Вот дьявол действительно, дел орудием этим. Камнями кидали, дурочки считали, её в дурдом хотели посадить. Гоголь, правда, не пишет, Николай Васильевич Гоголь, что да, в Питере ходит какая-то святая, юродивая. Имя её – Ксения. Но что интересно, вот она сумела не обидеться, не дать сдать, не застрелить на это внимание. Она жила глубокой духовной жизнью. Господь ей дал удивительные дары. И она людям прискала будущее, устраивала судьбы. Такие слова. И до сих пор к ней идут. Если бы реально она не помогала, я не думаю, что в Горбачёву пьесню ходит тропа, не заросшая. А вот к ней идут. А какие жизни-то разные. А вот, оказывается, идти за Богом – это действительно, Он говорит, хочешь за мной идти? Возьми свой крест. Взойди на свою голову, пронеслой суд. Тебя такого праведного, порядочного, святого человека будут судить самые последние. И ждать жажды твоей смерти и лакать твою кровь. Сможешь тогда ты пропеть псалму, слава Богу, за всё. Сможешь ты не растратить то семя, которое я тебе дал. Вот о чём говорит только маленький кусочек. Я рассказал о сегодняшней притче. Недаром Господь сказал, имеющий ухо, дослышит. Сердцем ты понимаешь, о чём говорится. Недаром говорит, что и в духовном жизни есть два пути – широкие и узкие. Субтитры создавал DimaTorzok